Добрый день, дорогие друзья. В эфире канал Фейс Крапивы и я, Анатолий. Сегодня мы вам расскажем о хлебе, который мы делаем в домашних условиях уже много лет и решили снять такое простое видео для того, чтобы показать, как делается домашняя мука с очень простыми приспособлениями. Все те приспособления, что мы видели, нам кажутся гораздо более сложные и громоздкие. Мы вам на ваших глазах за несколько минут сделаем хорошую цельнозерновую крупного помола муку, которую тут же можно использовать для хлебопечения. Для этих целей нам понадобятся следующие вещи. Вот такое устройство. Это простой измельчитель, стоит порядка 3500. Называется он бытовой измельчитель зерна-хорюша. Также понадобится простая кастрюля, но специально подогнанная, чтобы удобно было ее ставить сюда. И сито для просеивания полученной муки. Мы возьмем с вами 3 килограмма зерна и посмотрим, как быстро у нас получится мука. Ну и вкратце в двух словах о том, что это за агрегат. Это простой бытовой измельчитель. Тут написана его производительность. У нас 350 килограмм в час. Это средняя мощность. 350 килограмм за час. Это значит, что наше все зерно переморит буквально за одну минуту примерно. Ну и сейчас мы покажем, как это все работает. Подключаем. Здесь есть дозатор. В первоначальном положении он закрытый. Высыпаем наши 3,5 килограмма. Комицы. Включается машина. Спокойно как бы прискать. Устройство очень простое, очень легкое. Всего 9 килограмм. Его главным преимуществом заключается в том, что оно очень быстро мерит. А недостатком не очень мощный мотор. Работает как простая кофемолка. По сути дела это два вращающихся ножа. Конечно, для бытового домашнего хлеба такая кофемолка имеет еще один минус. Зерно подогревается слегка. И она будет пылить. Обычно мы этот процесс делаем на улице. Но сегодня для вас покажем, как это быстро можно сделать даже в домашних условиях. Ей можно смолоть не только зерно, но и очень многие другие вещи. Куковину, ячмень, рожь и даже траву. При особой сноровки. Даже фрукты иногда сушеные в муку можно переработать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот и все Теперь осталось ее просеять Опа, дай 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... После одного прохода выход, как видите, примерно половина получается. Для желающих мы можем повторить эту процедуру еще раз и выход увеличится. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...